Хочется, перехочется! Жизнь в своем доме всегда одному Скучно и мне, и тебе, и ему Ведь сколько на свете хороших друзей Хороших друзей? Хороших друзей! Сколько на свете веселых затей? Веселых затей! Веселых затей! Воздушные змеи Жмурки и залки Прятки, мечи Чехарда и скаталки И просто, и просто, и просто скаталки И просто, 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 просто Катал! Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, друзья, подписчики, гости канала! Ну чё, пора у нас пошла, пора у нас пошла, начинается сезон осеннего копа. Трактор видели уже в заставочке, трактор уже отдисковал тут поле. В общем, я стою здесь в бурине, сейчас объясню, друзья, с чем это связано. Как вы уже однажды видео смотрели, видео наше, дорога, барская дорога, барская переправа. А вот здесь вот, ребята, была усадьба. Сейчас я вот сюда вот дойду. Вот она окружена сиренью, ну и другие поросли были деревьев. Не знаю, тут и клёны, и всякие. В общем, дальше туда сады были барские, они и сейчас там есть. И ещё туда дальше был барский пруд, обложенный камнями. А вот здесь вот на крапиве, вот здесь вот стояла усадьба. То есть вот этот вот квадрат, друзья, вот это вот место, место, потрясающее место будет для осеннего поиска. Потому что информация точная, усадьба точно здесь стояла. Вот, даже на картах, ребята, я посмотрел, действительно. А вот почему я с поля с того начал? Потому что вокруг этой усадьбы здесь барин жил. А дальше уже, вот откуда я сейчас заходил, где трактор там дискует поле, вот распахал, вот он, он жужжит там. Там стоял хутор, хутор, в общем, ну не буду называть название, конечно же, в общем, стоял хутор при этой барской усадьбе. То есть крестьяне работали на полях, также оттуда, в ту сторону, сейчас я ещё включение сделаю, была вот эта барская дорога, которая шла вот на этот барский пруд. А так вот это вот, вот поросли, вот это вот деревьев, вот это, это квадрат, сливник, сиренник, вишенник, клён. Здесь, ну, короче, все деревья, это уже, конечно, они заросли, уже выросли, и, соответственно, какие-то, может быть, как-то было раньше облагорожено. А вот на этом месте стояла барская усадьба. Ничего от неё, друзья, не осталось, осталась только легенда, история, и история правдивая. Поэтому сейчас я выйду на поле, друзья, включимся ещё, расчехлю свой прибор, наконец добрался я сюда, на одной ноге хромая. Ну, терпимо, бинтом эластичным замотал, вроде пошло. Вот, поехали, ребят, что найдём, покажем, конечно же. Не переключаемся, всё самое интересное, как всегда, впереди. Уборочная, друзья, только что крас пролетел, пыль столбом, возят, возят пшеницу. Вот, трактор тут же дискует, вон мазок ещё едет, мазок с прицепом тянет. В общем, туда вот уходила, как раз на том месте, вот этот пруд, та переправа. Вот где-то здесь, сейчас чуть-чуть солнышко сядет, жара сегодня тридцатка опять. Ну и посмотрим, друзья, что такое и с чем его едят. Вот это вот место попробую выбить, и вот это вот поле, поле, пока сопутки ещё не вижу, но кто его знает. Надо искать, всё-таки пока разведка боем. Вот, ребят, первая находочка. Вообще не могу сказать, что это, но сигнал L36 чётким. Вот такая вот. Блин, на долю вероятности, я не знаю, там на какую-то секунду даже подумал, что что-то серебряное упало. Может быть, билончик. Ну вот такая вот. Чёткий сигнал. 36. Ищем дальше. 34. 10 сантиметров. Поработаем в прямом эфире, друзья. Вот, первый сигнал копнули. Сигналов-то пошло. Не выкопал. Но на этом мы... Ах, тяжело копать-то мне, ребята, с одной ногой. А, вот что. Вот это уже называется более-менее. Это, походу, ручка дверная. Старая. От хаты дверной. Ну, от двери от хаты. Вот такая вот обломыш. Наконец-то, господи ты, боже мой, а. Это уже, ребят, подача с фланга. Что? О, это денюжка. Это денюжка, друзья. Значит, место старое. Сейчас мы её чистанём, попробуем. Что получится. Деньга. Деньга, ребята, 1750-й, 60-й. 50-й, скорее всего. Где-то эта область. 750-й год. Вот такая вот, а, милашка. Да, долго я тебя искал. А была-то совсем рядом, буквально. Друзья, всем привет. Это второй день поиска. В общем, решил я зайти с другой стороны. Вон там у нас был сад. Вот, вон оттуда, в той низине, в общем. Дальше туда деревня. Вот эта там жилая деревня, короче. Вот, посмотрел я ещё раз по карте, попробовал наложить. В общем, у меня, друзья, получилось то, что где-то я ошибся. Но ошибся в плане барской усадьбы не ошибся. А вот сама поселуха, где хутор стоял. Он стоял немножко вот сюда вот, к этой посадке. Потому как посмотрел на спутники, вот здесь вот шла посадка. И вон та перпендикулярная. Стоял он вот на этой вот возвышенности. Без металлоискателя сейчас, друзья, пробежался. Просто посмотрел. Вот, печной кирпич начал попадаться. Начал попадаться также в камень от фундамента. В общем, сейчас у нас, друзья, 9 часов утра. Я сегодня здесь, ну, планирую на целый день. А там зависит по находкам. На том месте попало столько деньга. Вчера. А сегодня, в общем, получается, буду бить вот это вот место, не доходя до той деревни. Вот эта вот возвышенность. Ну, соответственно, что найдем, покажем. Ну, друзья, и первая находочка. Вот такая вот звезда. Сигналила 26. Несмотря на то, что грязная. Вроде бы как из цветнины. Ёперный барабан, ребята. Монитос. Это монитос, господа мои хорошие. А как же он звучит. Ну, и что это у нас? Это у нас Елизавета Петровна, друзья, по всей видимости. Наверное, двоечок. Какой же ты красавец, а. Это, блин, вон там у меня остался рюкзак с водой. Хочу почистить, показать, а. Вот нашел хутор, друзья. Вот они пошли. Вот они пошли сопутки. Вот они пошли камушки. Нахожусь практически вот на середине. Вот на этом месте по картам вот еще от фундамента. Вот такое золото у нас упало. Это, я скажу, что это реально... Фарт, фарт, друзья мои. Сейчас мы его заценим. Вот такой двоечок, друзья. Вот на фокусе показываю. На солнышке, конечно. Но у меня здесь все отсвечивает. Год 1700 однозначно. Монетка перечеканенная. Екатерининская. Но вот дальше не вижу. Мыл водичкой мыл. Не могу никак разобрать. Ну, здесь как бы сохран оставляет желать лучшего. Но факт нахождения Екатерины на этом поле, на месте этого хутора, говорит о многом. То, что можно здесь и найти нашу любимую давнюю мечту, которая очень редко попадается. Пятачки. Вот такой вот у нас пока двоечок. Красавчик. Вот, ребята, еще одна находочка. Интересная очень. И медная. По всей видимости, старая. Если кто-то, ребят, сталкивался с такими, подскажите, что это такое. Вот такая четыре отверстия. Медяшечка. На конинку вроде не похожа. Но не могу сказать, что это такое. Вот такая вот еще, друзья, находочка. Сейчас сфокусируем. Дон написано. Типа как пломба. А357. Что-то вроде того. Так, но могу ошибаться. Сейчас мы ее вот так вот. А с другой стороны что-то старое. Вроде оскол, не оскол. Сейчас сфокусирую. Че ж у меня тут тень-то так падает. Как мне сделать? Во, вот так вот, наверное, получше будет. Вот такая штука, друзья. Не в курсе, что это такое. Подсказывайте, кто знает. Буду очень благодарен. Ребята, у меня опять куча находок. Блин, нашел две штуки интересные. Одно прям как золотое яйцо Чингисхана. Или какое там, я не знаю. Вот, и советик ранний упал. Рюкзак поставил на базе. В общем, вот такая вот штука, друзья. Не знаю, что это такое. Тяжеленькая. Звонил в цветнину. Возможно, медь. Она, наверное, до грамм 300 весит, наверное, вот эта вот штучка. Во, видите, какая. Вот, и вот рядом с ней вот такой вот, как типа краник. Не знаю, что это тоже такое. Тоже медь. Вот, и вот совет упал. Упал совет год 36-й. Сейчас мы, друзья, его с вами вместе... Ну, тут видно хорошо, что 36-й. Но еще я на фокусе, ребят, покажу, зачитаю. Вот такой вот советик у нас после Екатерины упал. Жаль, не удается Екатерину зачитать. Сохранчик не очень хороший. Поэтому затрудняюсь сказать. А вот штука вот эта вот. Тоже на фокусе вам ее, ребят, покажу. Что такое, не знаю. Но тяжелая. О, ребят, горшочки начали попадаться, кувшинчики. Донышко от него отколотое. Может быть, где-то и полный лежит. Поищем. Ну что, ребят. Вот и такие у нас находки бывают с глубины. Два штыка. Во. Вот такая вот конструкция. Лежала вот так. Блин, копал-копал, стопотов себя пролил. А у меня, друзья, находочка. Вот тут ерунда лежала. А вот тут вот монетка. Сейчас посмотрим, куда я ее положил. Прям в комочки была. А вот она. Вот она, друзья, монетка. Сейчас мы поглядим. Что за... О, это у нас, это, наверное... ССНГ, скорее всего. А, нет, совет это поздний. Смотрите-ка. Сейчас помою, ребят, на фокусе вам я ее покажу. Пятачок это советский. В общем, друзья, это оказался поздний совет, пятачок 1961 года, как я разглядел. Ну да, вот здесь вот замечательно видно. Ребят, вообще жесть. Царь-батюшка у нас пожаловал. Выкопал маленькой, чуть ли не сверху лежала. 46, не могу, не пойму. Она вот так вот ребром лежит как-то, чуть-чуть сбоку. Обалдеть, вот она красавица. Что же ты у нас из себя представляешь? Бережно мы к ней отнесемся, ребят, почистим. Это у нас вторая имперская монетка за сегодня. О, сила! Сохнет. Сейчас мы ее по-быстренькому водичкой смочим и зачитаем. Так, ну давай наводись, мил человек. В общем, это 1815 год, 2 копеечки, друзья. Это Александр I. Здесь сохранчик, конечно, подустала монетка, затерлась. Вот такая вот. Даже, ну, я просто такие монеты уже находил и примерно понимаю. Вот по такому вот размеру, 1668 у нее размер. Это 2 копеечки, потому что 2 копеечки не видно. Год 1815. НМ, наверное. Год видно отчетливо. Так что, ребята, монетка недорогая, но все равно приятно. Империя, она всегда, когда валится, приятно. Друзья, у меня очередной советик ранний. Это двоячок 1932 год. Сейчас мы фокусишка на него наведем. 1932 год. Друзья, 20 копеек 1941 года. Рамочник опять, вот буквально вторая монета. Вот здесь двоячок 32-го. Вот здесь рамочник. Хоть базу всю свою переноси сюда. У меня вон рюкзак стоит, там вода. И вот я чем выкопаю, хожу туда за камерой. Такая вот монета. Блин, она, походу, дорогая. Там какие-то есть дорогие рамочники в 40-х, с начала 41-го, 45-го года. Черт, отлично. Рамочник несу, ребят. Думаю, включусь. Эх, настроение-то какое боевое, а. Когда монеты валятся. И просторы наши какие. Посмотрите, шумоотсекатель я не взял. Ветрище, наверное, шурует в микрофон. Благодать. Вот оно погасло земли нашей русской. Так, монетосы. Ой, на сколько уже лежит там. И я из Чингисхана тут. Потом хаварок, друзья, покажу. Ребят, ёперный театр. Походу, серебришка взял. Сейчас покажу. Ух, ни хрена себе, вот это да. Где ж ты у меня родной? Блин, я аж бегом. Ну, куда я его бросил-то? Так, 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 так. 38 был сигнал. Во! Во, ребят, какая штука, а! Охренеть! Чё это может быть-то? Сейчас мы заценим, заценим, ребята. Аж на солнце переливается. Там крест какой-то внутри. Ох, сейчас зазырим. Вот такая вот, ребят, красота. Вот, судя по вот этим двум ушкам, с одной и с другой стороны, походу, это крышка от чего-то. Я полагаю, что так. Может быть, от часов. Может быть, от какого-нибудь кулончика. Здесь, может быть, образочек был. Но пробы серебряные я здесь, короче, не нашёл. Но уж слишком похоже, а, ребята. Уж слишком похоже. 38 сигнал. Вот такая красота. Кто знает, ребят, подскажите. Буду очень благодарен. Потому что загуглить я это просто не смогу. Может, кто-то такие находил. В общем, друзья, ещё один монитос. Троячок. Год 1936. Такой вот ранний советик. Вот. А вообще находок много, но я их снимать не стал сразу. Вот пуговка вот такая вот, по всей видимости, или конинка. Не знаю, не дочистил. Потом четырёхдырочная пуговица. Ну и, похоже, тоже что-то на конинку или на какую-то конструкцию. Не знаю. Тоже сигналы хорошие были. Вот. И вот этот вот, короче, сейчас у нас ещё один очередной ранний совет. Блин, я, наверное, 8 или 9 уже накопал. Не знаю, очень много. Давненько так у меня не выстреливало. Но, тем не менее. О, здорово, ребят. А вы что, видосик, что ли, смотрите? Ну, смотрите на здоровье. А я на сегодня всё. Нашёл ещё два совета. Сейчас, короче, зайду в берёзовую посадку. Потому что на поле... На поле очень жарко уже. О, нет грибов-то здесь. Засуха стоит неделю. Наверное, если бы и были, то посохли. А красотень. Красотень какая, ребят. Сейчас где-нибудь вот здесь мы расположимся. И вон туда вон. А ну, сейчас выйду, покажу. Вот по этой дороге. Вдоль подсолнухов. Туда налево до посадки. И напрямки 6 километров до дома. Вот так вот. Подсолнушки. Ля, как выросли, а. Маленькие были совсем. Вот такой вот, ребят, хабаришка у нас на сегодня. В общем, каждого добра по чуть-чуть, но монет много. Даже вон какие-то золотые яйца Чингисхана. Хотя, если честно, я даже ни хрена не знаю, как это всё называется. Вот, прикольный овальный такой, в виде яичка. Какой-то битень. Вот, рядом вот с этой штучкой я нашёл. Потом были пуговички. Были вот такие вот пломбочки. Что-то там дон старый. Может быть, оскол внизу написано, не знаю. Вот, кусок вот такой вот звезды. Тоже имело место быть. Ранняя находка. С утра ещё нашёл. Вот, две имперочки замечательные. Екатерина, вот, и Александр. Потом. И... А, вот эта вот штука. Вот, возможно, это серебро, конечно. Опять же, прошу вас помочь, кто находил такие подобные вещи. Не знаю я даже, что это такое. Вот, хотя, может быть, это что-то известное, а может быть, наоборот, что-то старое. Ну, вот. Ну, и куча советов, опять же. Вот эти вот две, кстати. Вот этот рамочник 43-го и двушка 38-го. Сейчас я вам поближе их покажу, ребят. Вот. Эти монетки я не снимал, потому что далеко нашёл от базы. Ну, скажем так, от места, где я расположил рюкзак. Неохота было таскаться. Я их просто, как бы, думаю, в конце отсниму. Вот. Ну, и дальше. Дальше с СССР и пошли. Один поздний пятачок попался. Вот ещё двадцатка у нас 41-го года рамочник. Вот. Две двушки. Сейчас я их переверну. Тридцать шестой год. И тридцать второй год. Трёшечка тридцать шестого. Ну, и как я уже упомянулся, две вот эти вот монетки, которые в кадр при съёмке не попали. Вот такие вот, ребят, находки. Находки, получается, пришёл я сюда в девять. Времени сейчас два часа дня. Стало очень жарко. Я считаю, что за такой кратчайший срок это очень даже достойный хабар. Вернусь сюда ещё. Ну, что, дорогие мои товарищи, подписчики, друзья, подруги, комрады. На этом всё. На сегодня заканчиваем. Может быть, ещё вечером вырвусь. Опять же, сюда. Не знаю, ещё пока не решил. Конечно, хочется. Вот, сердечко бьётся. Монета валится. Ну, и не одна за одной, но очень часто, на самом деле, что давно со мной такого не случалось. По крайней мере, за июнь и за июль. Вот, скудновато было. Сейчас очень даже достойно. Поля распаханы. Поэтому, друзья, душа рвётся в бой. Как говорится, вперёд и с песнями. А на сегодня всё. Спасибо, кто смотрел. Вот такое у нас получилось позитивное, доброе видео. С морей находок. Что могу сказать о этом поле? Вот, которое сейчас, друзья, сейчас я вам ещё раз покажу. Вот на этом месте хутор стоял. Вот. Там деревня жилая, деревня маленькая. И туда дальше ещё одна деревня идёт. В общем, мне сейчас здесь вот стоял вот этот хутор. Хутор из нескольких домов, наверное. Места не битое, ни одной ямки нет. Все ямки, которые здесь были выкопаны и, соответственно, закопаны после найденных находок, это мои. Так что, ходить, друзья мои, не переходить. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч, друзья. До следующих серий. Пока-пока.